Европейский Союз решает, как оплатить предстоящее после пандемии восстановление. Часть денег на это предлагают извлечь из так называемых налоговых гаваней. Некоторые страны агрессивнее других завлекают к себе иностранный капитал. Так, в прошлом году самый выгодный индекс корпоративного налога был у Нидерландов, за которыми следовали Люксембург и Ирландия. Соревнования с ними проигрывали в 2017 году Франция, Италия, Германия и Испания, понесшие значительные потери. Об этом стало известно в начале апреля нынешнего года. Глава Организации борцов за налоговую справедливость отмечает, что вспышка инфекции заставила налоговые гавани больше действовать в интересах всего Евросоюза. «Нидерланды и им подобные испытывают сейчас гораздо большее давление, чем год назад. Они хотят выглядеть участниками акций солидарности, а не подрывающими другие государства-члены. Вместе сейчас лучше, чем поодиночке», — говорит Алекс Кобом. «В других странах, особенно в Германии, оказывается давление и на многонациональные компании, чтобы они стали более прозрачными и платили там больше налогов. Чтобы преодолеть разруху, которую может оставить после себя COVID-19, многие рекомендуют использовать новые источники поступлений в бюджет ЕС до 2027 года. Еще предыдущая Еврокомиссия предлагала ввести три вида сборов на общую сумму около 20 миллиардов евро в год. Это консолидированный корпоративный налог, а также пошлины, связанные с выбросами уклекислого газа и использованием неперерабатываемого пластика. Такая идея нравится, например, Кипру. Его правительство обвиняли в пособничестве уклонения от уплаты налогов. А теперь остров открывается для сотрудничества. «Мы страна с низким налогообложением, и мы хотим оставаться такой страной», говорит министр финансов Константинов Петридис. «Но мы хотим взять на себя бремя трудового налогообложения, а может быть и зеленого налогообложения, которое мы поддерживаем». До сих пор Евросоюз не включил ни одного своего государства-члена в свой черный список из 12 хищных налоговых юрисдикций. В отношении хранящего в них свои деньги большого бизнеса Алекс Коббон предлагает использовать налог на чрезмерную прибыль военного времени. Некоторые компании, действующие онлайн, такие как Amazon, Google и так далее, получают сейчас высокую прибыль, тогда как прочий бизнес страдает. «Это чрезмерная прибыль», — говорит он. «Им можно оставить 5% их прибыли, а с того, что выше, государство в нынешние трудные времена возьмет гораздо большую долю, возможно от 50 до 75%. Проявить бережливость и наказать нарушителей вызвали из Франции, Дании и Польши. Они обещали не использовать государственных денег для помощи компаниям, которые пользуются налоговыми гаванями». «Им можно заплатить их безбой, а потом, кроме. Соответственно, выбрось бы, что ли?» «Им можно заплатить предприятия!» « 그렇죠, а потом, мы обещали получить эффективность, и предпринимали их с ума.